Вчера мой сын Федор ходил на день рождения в Батуми к одной очень замечательной семье и к ее мальчику. Это мой сын Федор. Привет. А я Александр. И сегодня я поделюсь своим опытом, своим мнением и сделаю лично свои выводы относительно того, что сейчас творится. Потому что в Грузии сейчас в Батуми мои знакомые покупают туалетную бумагу. Они думают о том, чем потеряться, извините, задницу, но не думают о том, как отдавать долги банку и за те квартиры, что они купили для того, чтобы сдавать их в аренду туристам. И для меня это непонятная ситуация и я бы хотел сегодня вам, коллеги, друзья, наши подписчики, своей семье заодно объяснить свое мнение один раз и закрыть вопрос про коронавирус, про эпидемии, про то, что сейчас творится в Грузии и про весь этот хайп, на котором вылазит огромное количество проблем. И я просто скажу свое мнение, свои выводы и решения, которые делаю я. Итак, страх правит миром. Это очевидно и логично. Потому что страх – это та эмоция, которая заложена в нас генетически и на протяжении многих-многих поколений. И сейчас этой эмоцией управляют, потому что проще всего и эффективней воздействовать на людей, на массы людей через страх. Это очень эффективно, особенно на коротких дистанциях. Особенно тогда, когда у людей включается два основных инстинкта. Инстинкта много, но это два основных. Они ключевые. Первый – это инстинкт самосохранения. И второй – это синдром Рова. Важно понимать, что мы никогда не узнаем правды происходящих событий и в настоящем. И каждый из нас останется при своем мнении. У каждого будет свое мнение и каждый будет по-своему прав. Но давайте мы рассмотрим, как сейчас в обществе, не только в Грузии, но и везде разделились мнения. Они разделились на три класса. Первое – это люди пофигисты. Они отрицают все и позиционируют свое экспертное мнение, ничем не обоснованное, о нереальности, о фиктивности и происходящих событий. Эти люди такие, они забили, написали, а нам все равно. Их вы можете увидеть в ресторанах, их вы можете увидеть везде в кино, в клубах, везде, везде, везде. Второе, второе мнение разделились – это перестраховщики. Это те люди, которые скупают сахар тоннами, гречку, туалетную бумагу, туалетную бумагу. И эти люди, они сами по себе провоцируют спрос на неликвидные продукты. Как это работает, вы уже знаете, вы видели в магазине, когда кто-то говорит «О, а в Тбилиси уже скупили всю туалетную бумагу и Пол Батуми ринулась скупать туалетную бумагу». Вы действительно верите в то, что когда не будет воды, не будет денег, вы будете думать о том, чем потирать задницу? Вы действительно в это верите? Ну и третье – это самый интересный класс. И они, эти мнения разделены для того, чтобы извлекать пользу из ситуации. Люди покупают активы, на падающем рынке спекулируют информацией и еще больше запугивают в пользу продаж. Неважно чего, потому что сейчас это работает как спичка. Раз – зажигается и скупается, сносятся все прилавки. Какой-то неликвидный товар есть, вам достаточно в Фейсбуке запустить какую-то пульку и все, и вы уже сбросили все еще с выгодой в два, в три раза. Поэтому, я сейчас вам расскажу свои личные выводы. Это мои выводы и не рекомендации к действию. Какие выводы? Это, сразу скажу, лично мои выводы. Это ни в коем случае не рекомендации к действию, а вы своими выводами делитесь в комментариях. Итак, первое. Не ждите, а договаривайтесь. Если ваш бизнес пострадал и из-за сложившейся ситуации, если вы кому-то задолжали, либо у вас аренда, которую вы не можете погасить, либо у вас кредит за жилье, за апартаменты, идите и договаривайтесь. Потому что самое главное, не ждите никакого кассового разрыва, который погубит вас, поставит вас в неловкую ситуацию и вы начнете, пойдете в конфронтацию. Идите и договаривайтесь. Да, это сложно, но мы все люди, мы все понимаем и сами будьте честны. Расскажите другим вашим арендодателям, вашим кредиторам о сложившейся ситуации и договаривайтесь. Потому что надо лично встретиться с каждым и попытаться договориться на берегу, не ожидая конфликтов ситуации. Второе. Это не паникуйте. Самое главное, не паникуйте. Почему? Потому что я верю в то, что мы, вот мы не владеем, мы не владеем актуальной информацией и надо жить в стандартном режиме. Почему? Потому что все меняется стремительно, очень стремительно и важно абстрагироваться от внешних источников, важно отойти от тех новостных клиентов, чтобы просто сохранять адекватность мышления. Следующий момент, не выезжайте, отложите, потому что самое худшее, вы можете просто, когда куда-то выехать, вы можете попасть там в карантин, либо по приезду попадете в карантин. Побыть в карантине, даже если у вас небольшая простуда, не самое лучшее удовольствие. Поэтому, если у вас куплены билеты и вы боитесь потерять средства, которые вы там забронировали куда-то, либо билеты, не выезжайте. Договаривайтесь, просите об отсрочке, замены билетов, но поверьте, что вот здесь я вас не пугаю, а просто предупреждаю, что если вы даже подхватите простую простуду, то я не хотел бы провести или вы, думаю, да, в каком-то карантинном центре пару недель, а может быть и несколько месяцев. Еще один момент, это дистанционная работа и обучение. Сейчас то время, когда вы закрылись от мира и пытаетесь как-то перестраховаться. У вас появилось огромное количество времени, которое вы можете использовать к себе на благо. Учитесь, если вы готовы или ищите себе дистанционную работу. Сколько это продлится, никто не знает, но то, что это будет повторяться, возможно, через год, через два, через три, реально. И вот мы никак не можем повлиять на ход событий. Не в наших это силах, но вполне в наших силах не сеять страх, не публиковать какие-то псевдовыводы и не сладывать свои лапки в пользу тех, кому это на руку. Друзья мои, не забывайте, что всегда все заканчивается хэппи-эндом. Просто прислушайтесь к моим выводам, напишите свои выводы внизу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин